Ну что ж, еще раз добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем бизнес-канал на Финам.ФМ. Сейчас время бизнес-класса. Еще раз напомню, это последний день, последний рабочий день уходящей недели в преддверии праздников. Тем не менее, мы не оставляем с вами возможности поговорить о том, о тех важных вещах, которые считаем нужным. Значит, сегодняшняя тема бизнес-класса такова. Текущее положение рынка телекома мы будем сегодня обсуждать и сегмента M&A. И в связи с этим, значит, я представляю моих гостей в студии Павел Гореньков, управляющий ГАРС Телеком. Добрый день, Павел. Здравствуйте. В студии Михаил Алексеев, управляющий партнер ACM. Добрый день, Михаил. Добрый день. И в студии Михаил Сергеев, партнер российской корпоративной телеком «Регаты». Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, напомню вам, телефон в студии 6510996, код Москвы 495. Это возможность позвонить и задать вопрос моим гостям. Также есть другой способ. Это сайт компании finam.fm. Пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными мнениями на этот счет. Тем более, что, еще раз повторю, тема глобальная. Мы обсуждаем положение рынка телекома. В связи с этим, первый вопрос. Ну, давайте я его адресно не буду, так сказать, к кому-то обращать. Кто сможет, кто захочет первым, тот и ответит. Итак, вопрос следующий. Каково оно текущее положение рынка телекомов? Собственно, какие проблемы, на мой взгляд, сейчас наиболее актуальны? Кто начнет? Михаил. Ну, давайте я, может, скажу несколько слов. Не секрет, что в нашей стране телеком отрасль стала одним из локомотивов вообще экономического прогресса. И если посмотреть на карту мира, то мы с удивлением обнаружим сейчас, что, например, по размерам рынка услуг мобильной связи, Россия является, по существу, одним из крупнейших рынков вообще в Европе. Рынков мобильной связи же. Да-да-да. Это удивительно, потому что еще 5-10 лет назад, если бы кто-нибудь из уважаемых экспертов, аналитиков банковских сказал бы это, написал бы в своих... О нем бы как-то странно подумали. Да-да-да. Несколько предвзятые. Ну, кстати, смотрите, а почему удивительно? С одной стороны, это удивительно именно потому, что мы говорим о России, или это удивительно потому, что бизнес вот этот, да, телекоммуникационный, он, может быть, не особенно перспективен? Нет, ну, отчасти, конечно, так сказать, есть просто арифметика. И если вы имеете дело со страной, в которой проживает больше 140 миллионов, конечно, так сказать, емкость рынка крайне высока. Но здесь я хотел бы отметить вот такой момент, что измеряя рынок в деньгах, то есть совокупные выручки операторов, мы тоже, так сказать, вынуждены сделать вывод о том, что Россия, ну, крайне значимо вообще, так сказать, в мировом масштабе, в Европе совершенно точно. Особенно удивляет то обстоятельство, что по доле населения или, там, например, доле абонентов мобильной связи, которые пользуются доступом в интернет, Россия, на самом деле, опережает наиболее развитые страны Европы и уж точно опережает своих бывших соратников, да, по, так сказать, социалистическому блоку. Ну, принято нас сравнивать со странами Восточной Европы, так вот мы эти страны Восточной Европы сильно опережаем и даже находимся несколько впереди стран Южной Европы. А, кстати, почему это, Алексей, как вы думаете, почему? Простите, Павел, как вы думаете, почему это так? Вот в россияне есть некий потенциал к каким-то новшествам, да, инновационным вот этим вот идеям. Ну, не секрет, что многие люди, процент людей, которые в России живут в социальных сетях в интернете, он существенно выше, чем в западных странах. Отчасти, наверное, что жизнь там кажется может быть им интересней. То есть они дальше от реальности, я так понимаю. Ну, и потом, если мы посмотрим, как развивался российский рынок телекома, то, безусловно, из состояния не было ничего. Как-то сразу в ангарде оказалась сотовая связь, потому что сотовая связь развивалась существенно быстрее, чем связь фиксированная проводная. И фактически то, что в России было не так много операторов, и все они бились за клиента, получилось так, что проникновение на рынок именно сотовой связи в России мы достигли максимального проникновения очень быстро. Вот, сотовая связь, как Миша действительно правильно сказал, что сотовая связь в России пришла повсеместно, и там, если мерить проникновение, она уже там существенно больше 100%, потому что у многих людей там по одной, по две, по третьим картам. Вот, другое дело, что параллельно развивался и рынок фиксированной связи, и сейчас, если раньше мы считали, что рынок фиксированной связи не стратегичен, потому что стратегично мобильная связь, она подвижная, и она быстрее развивается, то сейчас мы понимаем, что, особенно учитывая там последнюю деградацию голосовых сервисов в сотовой связи, мы понимаем, что на самом деле пользоваться мобильным интернетом удобнее, но есть существенные ограничения по полосе, скорости растут существенно медленнее, чем растут запросы на быстрой скорости, поэтому многие взоры опять обращаются на рынок фиксированной связи, потому что, ну, мобильный интернет, он занял какую-то свою нишу, но при этом люди понимают, что если какие-то тяжелые приложения или что-то нужно скачать, то есть интернет дома, есть интернет на работе, он существенно более скоростный. Кстати, Павел, вы говорите, что мобильный интернет занял свою нишу, а значит ли это, что у него, так сказать, потенциал для развития уже практически исчерпан? У мобильного интернета, я имею в виду. Михаил. Так, наверное, несправедливо было бы сказать, потому что если мы посмотрим на темпы роста армии пользователей мобильного интернет, то мы увидим, что в 2012 году по сравнению с 2011 просто число пользователей мобильного интернет, оно выросло примерно на 15 процентов, разные оценки на 15-17 процентов. При этом мы сейчас находимся в такой уникальной совершенно точке. Обычно, когда рынок расширяется и число пользователей растет, когда услуга проникает во все новые и новые слои потенциальных покупателей, обычно такой процесс всегда связан с сокращением, с некоторым падением среднего чека или средней выручки на одного абонента, на одного пользователя. Вот этот самый потенциальный покупатель, все более и более демократичный услуга становится. Так вот сейчас мы находимся в такой действительно уникальной в историческом смысле этого слова точки, когда расширение базы, оно происходит на фоне увеличения средней выручки на одного абонента. Это происходит потому, что идет рост потребления трафика и даже несмотря на то, что операторы переходят на тарифы такого безлимитного плана, когда не лимитируется использование полосы или скорости трафика, все равно, так сказать, есть определенный рост потребления даже в расчете на одного абонента, что может быть не так значительно, но продвигает вперед и среднюю выручку. Средняя выручка растет на 11%. Ну, если вы две эти цифры используете, там 15-17%, 11%, легко посчитать, что в среднем выручка в этой индустрии растет на 30%. Я затрудняюсь назвать какую-либо отрасль нашего народного хозяйства, где выручка растет на 30% сейчас. Но я вынужден согласиться с Павлом в том смысле, что если мы посмотрим на индустрию вообще, а не конкретные точки роста, вот, например, не мобильный интернет, а, так сказать, индустрию в целом, то мы увидим, что выручка в индустрии растет примерно на 8% всего. Что гораздо скромнее, да, чем эта цифра. Да, совершенно верно. При этом в мобильной связи она растет примерно на 10 с небольшим процентом, а вот в традиционных сегментах фиксированной связи она растет менее чем на 7%. Я бы хотел здесь радиослушателям напомнить, что эти цифры номинального роста следует, конечно, рассматривать в контексте дефляторов общих, так сказать, экономических. И можно спорить о том, какой именно дефлятор, так сказать, здесь использовать, какой показатель инфляции. Ну, давайте, так сказать, так вот на пальцах прикинем, что если у нас инфляция 6-7%, это означает, что роста реального водорослей нет. И она находится, на самом деле, в достаточно таком опасном равновесии и вот-вот наблюдается сжатие. Вот нечто подобное мы, кстати, наблюдали и в других быстро развивающихся отраслях, например, в розничной торговле. Вот по существу роста номинальный есть там до сих пор, но если сравнить его с инфляционными процессами, темпами инфляции, то выяснится, что на самом деле ожидания бурного взрывного роста, они не оправдались. Ну и в связи с этим, наверное, резонный вопрос, да, а за счет чего вы, ну, подразумеваете, за счет чего этот рост должен продолжиться? Потому что, я так думаю, ожидания по существенному сокращению инфляции в нашем государстве, наверное, не слишком оправданы, хотя и наши финансовые власти об этом сейчас говорят, они в этом заинтересованы и так далее и тому подобное. Ну, я как человек, который представляет оператора фиксированной связи, а Горасликом занимается, в первую очередь, фиксированной связью с ориентиром на корпоративных клиентов и бизнес-центры. Ну, никаким образом не разделяют по сене Михаила, потому что для нас, как-то для нас все только начинается. И, по сути, локомотивом роста выручки для нас является рост, фантастический спрос на расширение скорости, нарушение полосы, что в свою очередь... Павел, я прошу прощения, да, мы сейчас прервемся. Новости на Финам.ФМ, а потом мы продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Павел Гореньков, управляющий ГАРС Телеком, Михаил Алексеев, управляющий партнер ACM и Михаил Сергеев, партнер российской корпоративной телеком «Регаты». Михаил пока еще вне нашего обсуждения, интрига некая, да, о какой «Регате» пойдет речь. Ну, Михаил обещал эту интригу развеять через несколько времени. Обещает. Спасибо. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте вопросы. Кстати, в интернете уже вопросы пошли, но мы к ним вернемся, точнее, мы о них вспомним во второй части уже нашей программы. Давайте продолжим наш разговор. Павел, прервал я вас, мы ушли на новости. Итак, вы чувствуете себя, в отличие, да, ну, по крайней мере, ваша позиция, вы чувствуете себя достаточно позитивно? Да, потому что для нас, как операторы фиксированной связи, есть совершенно четкие, понятные драйверы роста, которыми мы вот, начиная последние два года, потому что после 2008 года кризиса мы чувствовали себя несколько не в своей тарелке, потому что, опять же, вся наша клиния сосредоточена в бизнес-центрах. Бизнес-центр строительства новых заморозил, сбыл какой-то упадок на рынке, но последние, ну, вот четыре года уже с момента этого кризиса мы чувствуем себя совершенно комфортно, потому что мы видим потрясающий рост спроса на скорости, на полосы, если говорить про физику процесса, то на волоконные оптические линии связи. Именно этот сегмент услуг сотовые операторы закрыть не могут. — То есть они по определению не могут или не хотят просто? — Ну, сотовая связь, она, в принципе, в том ее и состоит отлично, что эта связь подвижная, а фиксированная связь — то, что связь неподвижная. — А диверсифицироваться сотовые операторы не хотят в этом случае? — Именно, а это второй драйвер, потому что в структуре бизнеса сотового оператора те подразделения, которые занимаются связью, фиксированные, они традиционно находятся в загоне и финансируются по остаточному принципу. Поэтому мы, даже работая в Москве и в Питере, мы не ощущаем абсолютно никакой конкуренции на фиксированную связь со стороны больших компаний. Поэтому вот именно, если говорить про нашу компанию, то устойчивый рост на уровне 20% в год для нас является чем-то таким, к чему мы уже привыкли. — Нормально. — Да, абсолютно. — Это здорово. Так, Михаил, а тогда давайте вернемся, собственно, к чаяниям операторов мобильной связи. — Ну, я бы, наверное, сказал, что Павел здесь употребил некую гиперболу, конечно, в отношении операторов сотовой связи. Если посмотреть на лидеров нашего рынка, на МТС, может быть, в меньшей степени Мегафон, в большей степени в МПЛКОМ, все они имеют присутствие на рынке фиксированной связи, но в этом-то, наверное, и заключается вся сложность функционирования этого сегмента. Товарищи, у которых организация ориентирована на массовые продажи, на маркетинг вполне определенных продуктов, конечно, внутри организации, ну, чего греха таить, они сталкиваются с определенными трудностями. — Ну, это проблема роста, наверное, да? В смысле, большая организация. — Я думаю, что я бы не стал критиковать очень сильно их, но, понимаете, вот, наверное, в вашем домашнем хозяйстве тоже встречаются такие примеры. Вот если есть нечто маленькое и не очень значимое, то, конечно, этому уделяется меньше внимания. И в самом деле, если сравнить, например, там структуру выручки, и посмотреть на структуру выручки, там, МТС или МПЛКОМа, то фиксированная связь занимает, ну, совсем, так сказать, далеко не самую, играет самую, не самую важную роль. А человеческие ресурсы, время, управленческие ресурсы тратятся колоссальные. — Согласен. Но, с другой стороны, исходя из ваших же, да, и Павел, и вы, Михаил, некоторое время назад произнесли, что перспектива развития не сотовой связи, да, она, вот, 20%, Павел видит, и, собственно, это нормальная цифра, а мы-то с вами уже читали, да, и 8%, а потом вспомнили про инфляцию и говорим, чтобы вообще уже... — А я думаю, что это как раз и есть самое интересное явление современности. Действительно, рынок-то вроде не расширяется, он стагнирует в реальных терминах, да, то есть рост номинальный есть, но относительно инфляции он не сильно растет, и при том, что вот номинальный рост 7%, там, в индустрии, может быть, там, 6%, вот такие операторы, как ГАРС, ну, я думаю, что можно и еще, так сказать, пару-тройку назвать, особенно те операторы, которые ориентированы на предоставление услуг корпоративным клиентам, муниципальным организациям, государственным органам, они, как показывает жизнь, растут на 20%, что происходит? Вроде бы они должны были загнуться в условиях, так сказать... — Ну, или чувствовать себя плоховато. — Ну, или, по крайней мере, испугаться звериного оскала гигантов индустрии. Но этого не происходит. И вот, судя просто по этим цифрам, так сказать, исходя из арифметики, следует сказать, что вроде бы они даже как будто отвоевывают некую долю рынка. — Так вот очень интересно, за счет чего это происходит? — Глобализация, да, мировая глобализация, а тут небольшие игроки, тем не менее... — Ну, вот лично мое мнение, я не могу себя назвать специалистом в области операционной, скорее все-таки специализация, организация, которая представляет исследование рынка, индексирование и прогноз общего, так сказать, развития. Но, тем не менее, вот у нас есть некий взгляд на это. И вот мы считаем, что происходит исключительно потому, что есть определенные сегменты рынка, где массовый подход, он контрпродуктивен. И в этих сегментах рынка требуется ежедневная, очень кропотливая, очень нацеленная работа по адресной аудитории. — То есть массовый подход с точки зрения потребителя, да? — Да, это абсолютно не массовые сегменты, где требуется индивидуальный подход, очень кропотливая работа и где, собственно, продажа занимает даже там не день цикла продажи, не неделя, не месяц, а годы. Вот Павел здесь упомянул то обстоятельство, что ГАРС работает на объектах коммерческой недвижимости. Вот на объектах коммерческой недвижимости, это для кого не секрет, работа начинается примерно за два с половиной года до того момента, как оператор может увидеть первую выручку. Надо знать о возникновении этих объектов, нужно развивать отношения с девелоперами, которые там работают. И, конечно, вот такая деятельность, ее вести в условиях организации, целиком и полностью ориентированной на розничные продажи, на развитие бренда массового, это крайне затруднительно. И это затруднительно даже с психологической точки зрения. Понимаете, если у вас есть менеджер, который получает, ну, условно, бонус за выполнение плана, который изменяется единицами процентов от общего рынка, но десятками миллионов продаж, а через коридор, так сказать, противоположной стороне коридора сидит менеджер, который занимается 10-12 продажами, вот их психология, их поведение, их образ жизни корпоративного, он очень различен, и очень тяжело договориться. Я бы еще, я все время, мы приводим пример из обычной жизни, например, с одеждой. Ну, представьте себе, крупнокорпоративный клиент, у него запросы, как правило, нестандартные. Это какая-то корпоративная сеть на, может быть, несколько десятков, несколько сотен точек по России, какая-то своя корпоративная логика, какой-то дата-центр, какой-то цот, какой-то колл-центр, и при этом вся телекоммуникационная инфраструктура, она фактически должна функционировать так, как удобно бизнесу. А поскольку бизнес у всех разный, то инфраструктура тоже разная. Можно сравнить с тем, что вот вам нужен костюм, вы приходите в супермаркет. Если у вас стандартная фигура, вы берете костюм с вешалки, одеваете и уходите. При этом для компании, которая шьет эти костюмы, тоже гораздо проще шить их по готовым лекалам, без снятия мерок. А корпоративный клиент — это человек, у которого там короткая шея, большой живот, длинные ноги. Ну, нестандартен будем так говорить. Ему невозможно купить стандартный костюм. Причем, я так понимаю, у каждого корпоративного клиента разные дефекты, да? Разные в этом случае отличия. Поэтому у нее единственный путь в ателье. Когда ты приходишь в ателье снимать мерку, шьют костюм на заказ. Но если ты фабрика, если мы говорим большой оператор, фабрика, который шьет много костюмов одинаковых, то ему очень дорого и очень сложно шить костюм на заказ. И даже если он справится, он все равно получится... Ну, по нему сложно будет судить, что это заказной костюм. Ну, и себестоимость такого костюма большого оператора будет. Зачем ему нужно, да? Проще продавать коробочные продукты. Поэтому, по сути, мы выступаем таким телеком-ателе, и мы не шьем стандартных костюмов. Мы научились шить заказные костюмы нашим клиентам. Я понял. Павел, ну, Михаил, правильно я понимаю, что в этом случае у вас нет, ну, пока явной конкуренции с монстрами-то? Ну, конкуренция, конечно, есть, и даже вполне явная. Они просто изначально не будут, вот Павел же говорит, они не будут шесть штучной вещи. Ну, на каких-то больших площадках неминуемо, так сказать, происходит даже вот в этом сегменте услуга для корпоративных клиентов неминуемо происходит встреча. Другое дело, что, как справедливо сказал Михаил, по целому ряду объектов очень тяжело работать оператором большой тройки или большой четверки, как мы их называем, да, крупнейшим телеком-оператором. И, конечно, по целому ряду клиентов, ну, они менее конкурентно способны просто в силу того, что по экономическим причинам и причинам управленческим. При этом они очень хотят, на самом деле. Когда есть большой крупный клиент, то крупному оператору заполучить эту большую выручку тоже хочется. Поэтому другое дело, там, он может предложить конкуренцию, прежде всего, на уровне, там, сим-карт для сотрудников, а дальше, получается, уже не очень. Да, он не в материале просто. Лучше ему каким-то образом нужно взаимодействовать со специализированным оператором связи. И надо сказать, что вот рынок таков, что на сегодня вот специализированных операторов связи, причем состоявшихся, он достаточно широк. И как компании с каждым годом их количество не уменьшается. То есть, получается, странные ситуации. С одной стороны, вот крупняк мог бы, там, сделать себе подразделение какое-то. Но нет, ему проще делать что-то более простое. Значит, рынок наводняют компании, которые умеют делать нестандартные вещи. Таких компаний много. По России, я думаю, порядка 60, которые себя отлично чувствуют. И более того, их уже сложно называть, ну, там, середнячками, потому что, по сути, они уже доросли, там, до какого-то уровня. Да, то есть, вот, мне, наверное, подскажут Павел и Михаил, они уже считаются-то не по выручке, а по каким-то другим показателям, да? Ну, я бы сказал так, что вот всегда очень сложно провести границу между мелкими, там, и средними. Большие-то понятные, а дальше очень сложно. Да-да, это всегда, да, водораздел такой. Мелкий и средний бизнес, да, у нас есть такой термин, а кто мелкий, кто средний. Да, объективные какие-то границы очень сложно вычерчивать. Ну, мне кажется, что можно было бы так подходить к этому разделению с практической точки зрения, если, например, там компания достаточно большая для того, чтобы сделать, например, первичное размещение на какой-то популярной площадке, там, в Лондоне. В Лондоне. Я хотел бы все-таки в качестве популярной московскую биржу предложить сначала. Ну, с московской биржи, я думаю, здесь посложнее дело. Мы говорим о тех площадках, на которых размещается, там, компания с выручкой, там, 100-200 миллионов долларов и, соответственно, операционной, там, прибылью до амортизации размера, там, 20-50 миллионов долларов и массовое размещение. Ну, вот таких компаний, может быть, не 60 в сегменте, в отрасли, в Телекомовской. Ну, я думаю, что, ну, наверное, справедливо было бы сказать, что их совершенно точно пара дюжин. Пара дюжин. Да, наберется, да, вот так, 20-25 фигурантов вполне можно найти. И, действительно, я согласен здесь с Михаилом, но, как известно, практика лучший критерист, если они живы, значит, у них есть пространство для развития. Это очень интересно. Сейчас мы послушаем новости на Финам. Ну, что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир «Бизнес-класс» на Финам. Тема которого сегодня – текущее положение рынка Телекома и сегмента МНД. В гостях у меня Павел Гореньков, управляющий ГАРС Телеком, Михаил Алексеев, управляющий партнер ACM и Михаил Сергеев, партнер российской корпоративной Телеком «Регаты». Михаил, вам вопрос. Мы перед новостями, собственно, начали обсуждать интересные вещи, возможности размещения некоторых представителей отрасли, ну, в частности, в Лондоне. Что им это, а, дает и, б, мешает, если они до сих пор этого не делают? Ну, вы знаете, я не рискую, так сказать, очень подробно обсуждать это. Я думаю, что все-таки это предмет, наверное, для разговора с инвестиционными банкирами, финансовыми советниками. Тем не менее, вот, свою точку зрения я могу высказать на эту проблему. Видите ли, в чем дело? До последнего времени в нашей отрасли существовала, я бы сказал, такая парадигма, очень стабильная, не меняющаяся с годами. Значит, есть некий сегмент рынка, который развивается в этом сегменте, работает большое количество фигурантов. Если вспомнить про сотовую связь, то в моменте времени у нас было 149 операторов. Вот, напомню, это было совсем недавно. Ну, по сравнению с цивилизацией, да, это было всего лишь вчера. Нет, ну, это на самом деле было совсем недавно, что... 10-15 лет назад. Да, мы говорим там о 98-м, 99-м годе. И вот этот рынок, он консолидировался до, по существу, там, 5-6 операторов, а больших-то и того 4, да. И такой процесс проходил практически во всех сегментах. Если говорить о розничном доступе, широкополосном, проводном, ну, это такие слова из индустрии. Профессиональные. Профессиональные, на самом деле, это, знаете, в обиходе называется «квартирный доступ в интернет». Это нормально. Нет, народ у нас подготовленный, слушатели у нас. Не сомневаюсь, не сомневаюсь. И так вот, такой же практически, такой же путь прошел этот сегмент. Там тоже было даже, наверное, больше еще фигурантов. Под три сотни компаний, конечно. Да, Миш, потому что там в тот момент, когда на заре развития этого сегмента мы говорили о том, что на рынке засилие домашних сетей. Домашняя сеть, я напомню, это сервер, купленный студентами, протянутые провода. Частный пользователь, я вспоминаю, да, на столбах, на подъездах огромное количество объявлений, какие-то непонятные названия, все, домашний интернет. Все это было, и в конце концов все это консолидируется за счет приобретения поглощений большими игроками. И вот сейчас мы смотрим на рынок и видим, что на нем действительно осталось ограниченное количество брендов. Там Ростелеком, монополист в прошлом, сохраняет лидерство в этом сегменте, несмотря на то, что ему приходится бороться с большими брендами МТСов и МПЛКом. Ну и появилось несколько новых имен. Там Транстелеком сейчас очень громко о себе заявил, довольно большой рывок совершил в 2012 году. Ну и есть вообще совершенно, так сказать, новые игроки, РТелеком, может быть, для москвичей. Этот бренд, наверное, немного скажет, но я напомню, так сказать, вам, что Магнит для москвичей тоже был не очень известен. Маленькая кубанская компания, которая по рыночной капитализации вышла в лидеры. А по обороту, так вообще десятки миллиардов долларов. Так вот, нечто похожее, наверное, должно было бы происходить и в других сегментах, в частности, вот в таком, казалось бы, сладком сегменте предоставления услуг для корпоративных клиентов. Но это по какой-то причине этот процесс носил там несколько иной характер. И действительно, в 2010-2011 году МТС, МПЛКом, может быть, в меньшей степени Мегафон, в меньшей степени Ростелеком, действительно предпринимали попытки приобретения в этом сегменте определенных операторов. Но этот процесс быстро сошел на нет. И вот почему, мне кажется, это произошло. Произошло это потому, что представление о стоимости такого бизнеса у покупателей и продавца драматическим образом расходится. И особенно в последнее время крупнейшие операторы, они используют такой критерий, я бы сказал, очень жесткий, я бы сказал, беспощадный совершенно критерий. Они смотрят на маржу, известную по EBITDA или ОИБДА, тоже, так сказать, такой термин бухгалтерский. Это термин бухгалтерский, да. Операционная прибыль до налогов, выплаты по процентам и амортизации. И пытаются определить, будет ли это приобретение для них, будет ли оно размывать стоимость акционерную, либо, наоборот, ее создавать. Ну, по-английски, для подготовленных слушателей, будет ли это сделка accretive или будет ли она dilutive. Не секрет, что торгуются наши большие операторы сейчас не очень. Не очень, да. Ну, это, я думаю, связано, может быть, не с сектором, в частности, а с конъюнктурой общей и российского рынка. Совершенно верно, да. Вообще с отношением инвестора к риску, я бы так сказал, к аппетиту. Так вот, они смотрят на свои собственные мультипликаторы, которые сейчас находятся в некотором диапазоне от 4-4,5 до 5, и пытаются применять эти мультипликаторы, эти же, так сказать, соотношения к приобретаемым объектам. Дальше они приходят к собственнику. Это не очень корректно, во-первых, да, потому что уровень бизнеса-то разный. Для них-то это совсем корректно, потому что другому-то их и не поймет рынок, наверное. Совершенно верно, и оценить, наверное. Миноритарные акционеры, наверное, их прежде всего не поймут. Так, хотя вот нам известны случаи такие, когда менеджмент становится, приобретает большие опционы, и тогда, вот представьте себе, сидит менеджер высшего уровня, который только что купил на очень круглую сумму своих акций, дальше ему приносит некоторый объект потенциального приобретения, говорит, ну, слушай, вот ты только что купил там по 5 раз и беда, а мы тебе предлагаем по 6. И в данном случае, мне кажется, с психологической точки зрения я могу этого человека понять, что, говорит, и вот поставить свою подпись под тем, что ты свой... Купишь дороже. ...свой акционерный граждан, да, размываешь. Это не фигура речи, это не гипервола, это действительно, так сказать, реально имеющее место событие. Так вот, дальше вот такие большие компании приходят к эффективному собственнику маленькой компании или средней компании. Еще раз напомню, что по средней мы имеем в виду компанию, которая теоретически могла бы разместиться на... Ну, с выручкой до 3 миллиардов рублей, скажем так. Ну, да, может быть, даже чуть побольше, да. Вот она могла бы разместиться где-то, да, вот к ней приходят, говорят, слушайте, мы хотим вас купить за 4 раза и беда. 4 раза беда, это, ну, условно говоря, это деньги, которые остаются, очень-очень грубо, да, вот, растят меня бухгалтеры, остаются в руках собственника за год. И собственник смотрит на это предложение, говорит, слушайте, подождите, вы мне предлагаете за мой бизнес 4 раза то, что я зарабатываю за год, это при том, что я расту, я думаю, что не все растут так, как это удается. Так как удается это Павлу Горенкову с Гарсом, может быть, не все так растут, но в любом случае... Предложение звучит непрестайно. Я думаю, что рост у всех, он измеряется двузначной цифрой, в любом случае он не 5-6%, да. И дальше вот этому эффективному собственнику, у которого есть некий рост, у которого нет проблем с задолженностью, он может ее обслуживать, у него все хорошо, ему предлагают 4 раза вот то, что он зарабатывает за год. Может быть, и скорее всего, среди акционеров этой компании есть фонды какие-то, финансовые инвесторы, они о чем-то могут думать, но те инвесторы, которые находились там с самого начала, это же люди, которые потратили на этот бизнес, ну, по большому счету, свою жизнь. Понимаете? И расстаться с этим бизнесом... За 4 годовых выручки, да? Даже не вы, это за 4 раза деньги, как это принято говорить, им очень сложно. Получается ситуация, когда большие не могут приобрести. А самостоятельно ту экспертизу, которая необходима для того, чтобы покрывать этот сегмент рынка, большим очень тяжело развить по тем причинам, о которых мы говорили, психологическим, по тем причинам, что этот бизнес не очень хорошо вписывается в структуру больших розничных компаний. И получается ситуация, когда действительно на рынке возникают, ну, десятки успешных фигурантов, работающих в той или иной нише. А ниш очень много. Мы говорили о предоставлении услуг коммерческим структурам, находящимся на объектах коммерческой недвижимости, ну, грубо говоря, корпоративным клиентам. Есть большой кусок бизнеса, который связан с предоставлением услуг муниципальным органам. Ну, послушай, сейчас вот мы все с вами узнали о существовании камер, работающих в интересах ГИБДД. Ну, они же не в воздухе, так сказать, висят. Очевидно. Я периодически даже их вижу. Понимаете, и вот эти конкретные услуги кто-то оказывает. И есть масса примеров, связанных с услугами для муниципальных органов, там, для школ, больниц. Есть, в конце концов, очень специфические услуги, связанные, там, с вооруженными силами, правоохранительными органами. И всего этого спектра, всего этого разнообразия из одной организации, например, НТС или одной организации ВМПЛКОМ можно покрыть. Но абсолютно успешно, так, чтобы доминировать во всех этих сегментах, так не получается. Поэтому возникают вот те операторы, которые к радости Михаила, значит, испытывают потребность роста, испытывают потребность общения, испытывают потребность кооперации. Которые выливаются в объединение формальные и неформальные. Проблема даже в том, что, похоже, уже многие перестали испытывать потребность в росте, потому что они не понимают, ради чего расти. Должна быть какая-то стратегия, там, экзит-стратегия. Я развиваю бизнес, чтобы что? Вот, а когда ты понимаешь, что ты можешь еще развивать бизнес, еще сколько угодно, а дальше тебе все равно придут и скажут, что ты стоишь не больше, чем мультипликатор крупного компания, который может тебя купить, ты понимаешь, что как-то становится неинтересно. И в этом плане, и тут мы переходим про регату как раз интересно, потому что, ну, наверное, надо не про регату начать, а про сообщество. На самом деле конференции, тусовки, выставки, которые все время есть, еще лет пять назад это было поле боя. То есть там люди встречались, общались, договаривались о чем-то и так далее. Сейчас все это сдулось. Кто приходит на конференции? То есть либо это как что-то статусное, потому что надо, либо, ну, уже всем стало неинтересно. Поэтому, по сути, инструмента для того, чтобы, вот, так сказать, операторы, которые за четверкой, они общались и находили язык, и у них был бы какой-то нетворкинг, фактически такой площадки нету. Вот, а выясняется, что, на самом деле, людям это нужно, потому что, ну, всем хочется ради чего-то работать, всем интересно, ну, дружить против кого-то, ну, как ни крути, да? Это бизнес в любом случае. Это бизнес, да. И поэтому совершенно неожиданно вот выяснилось, что такой формат яхтиной регаты, он оказался вот именно форматом нужным, потому что обычные, значит, попойки в домах отдыха и так далее, ну, это попойки. Обычные попойки заграничные, это тоже попойки. А тут есть такая штука, как драйв, нужно заниматься спортом, это все-таки спорт, это шикарный тимбилдинг. Я так понимаю, Павел нам расскажет более детально об этом. Да, и выяснилось, что тут совершенно, ну, во-первых, люди раскрываются, да, во-вторых, получается так, что люди, которые оказываются, вот, на только что окончившейся регате, мы увидели, что людям думают совершенно одинаково, люди верят в одни и те же ценности, и им совершенно не хватало платформы, которая бы объединила их, которая бы помогла, в том числе, решать бизнес-задачи. Вот, я думаю, что мы после новостей как раз чуть подробнее расскажем. Да, более подробно я еще раз хотел бы и Павла послушать. Но основная идея, что эти люди вот вместе оказались, это потому, что, ну, действительно, им не хватало этого общения, или просто так вот судьба сложилась? Я думаю, что, на самом деле, заразившихся яхтингом какое-то время назад неожиданно стали встречать в разных частях планеты телекомщиков. Вы тоже ходите на лодках? Да, мы тоже. Выяснилось, что эта тема, она, ну, многими уважаем и любима уже, и мы подумали, почему бы нам не сделать из этого что-то серьезное. Хорошо, Миш, значит, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Павел Гореньков, управляющий ГАРС Телеком, Михаил Алексеев, управляющий партнер ACM, и Михаил Сергеев, партнер российской корпоративной телеком Регаты. Мы говорим весь эфир о текущем положении рынка телекома и сегмента МНД, ну и самое время ответить на вопрос, а при чем же здесь Регата, Михаил? А я вот хочу передать слово Павлу, потому что он как раз, собственно, был одним из прародителей всей этой истории. Павел? Ну, расскажу, как было на самом деле. Миша уже говорил, что существует колоссальный разрыв между рынком покупателя, какими выступают большие четверки, и рынками эффективных небольших и средних компаний, в оценке стоимости активов. И мы, в свою очередь, тоже одним из акционеров ГАРС Телеком являются западные фонды. Мы имели счастье или несчастье поучаствовать в процессе попытки МНД-сделки с одним из игроков большой четверки. Я так понимаю, неудачная попытка была? Это заняло у нас где-то год, мы потратили на эту кучу времени, и, ну, когда покупатель развил руками, сказал, что, ну, я не могу купить дороже, чем я сам стою, раз, а второе, я тщетливо понимаю, что после того, как купю, я все это не смогу развивать так же эффективно, как вы. Да, да. Вот, потому что я до этого уже две покупки сделал, и у меня категорически не получается ничего в это интегрировать. Мы решили, что, ну, наверное, проще поставить крест на МНД-сделках и заниматься развитием вперед, стратегично. Мы понимаем, что у нас нет долговой нагрузки, у нас устойчивый 20-процентный рост, и поскольку варианта выхода из бизнеса нет, то нужно заниматься, сфокусироваться на основной стратегии развития и движения вперед. Дальше мы пообщались с коллегами по цеху, с аналогичного размера операторами, и выяснилось, что ситуация у них абсолютно та же самая. После этого возникла идея собраться вместе, но Миша уже говорил, что конференция и формат уже давно умер, других нету, а регата, она хороша тем, что, во-первых, приобщить людей к яхтингу, что отдельная тема шикарная, просто очень хорошая. А второе, на яхте так устроено, что у тебя в первый день все выдувает из головы лишние суету, а вечером после гоночного дня ты можешь совершенно спокойно сесть с коллегами по цеху и устроить такие мозговые штурмы, обсудить проблемы и быстро найти какие-то интересные решения. Потому что в итоге мы буквально во второй вечер приняли решение, что поскольку рынок МНД фактически умер, при этом все себя чувствуют неплохо, то если мы будем объединяться в какие-то там картели или холдинги, то мы, во-первых, сможем очень существенно сократить себестоимость, например, будем обмениваться каналами, оптическими сетями, мы будем пускать кого-то в наши бизнес-центры, ну и так далее. И таким образом мы развиваться сможем существенно быстрее и беду себе тоже существенным образом повысив, сократив издержки. А следующим этапом вполне логичным было бы договориться на переходе на какую-то одну акцию или какой-то холдинг и вместе выйти на биржу, потому что размер достаточно объединить там 3-4 компании, это уже получается формат такой, с которым тебе не стыдно пойти на биржу. И по большому счету, по сути, родилась, ну фактически, идея новой стратегии для холдинг-газинских операторов. А юридическая сторона медали, это только техника? Мы во всем договоримся, тут же главное понять концептуальный путь, и путь, он был найден, и все это благодаря Игать. Вот еще главное, чтобы люди одинаково мыслили, вот, а вот и, собственно, неожиданно быстро выяснилось, что люди действительно одинаково мыслят. А на самом деле... Я прошу прощения, Михаил, одинаково мыслят в направлении развития бизнеса или, может, какие-то общечеловеческие какие-то идеи имеют? Ну да, кстати, нужно понимать, что вот все спрашивают, мы вернулись, ребят, ну как вы отдохнули? На самом деле, там работы было не меньше, чем отдыха, я бы сказал, даже больше, потому что, во-первых, это действительно спорт, это азарт и так далее, вот. Но на самом деле, тут же еще люди раскрываются, выясняется, что мы все хорошие, воспитанные, интересные люди, с хорошими хобби, увлечениями и так далее и тому подобное. А когда ты задумываешься о том, с кем мне дальше совместно развивать какой-то бизнес... Именно так, потому что то, о чем сейчас говорил Павел, да, это же стратегия, это на многие годы вперед. То, что называется в корпоративном мире корпоративная культура, да, ну, то есть применительно к людям, там, мне всегда хотелось бы работать с людьми, которые так же мыслят, как и я, и так далее, как-то моего уровня. Вот, ну, на самом деле, создание холдинга или, ну, в общем, объединение операторов, это не единственный выхлоп, так сказать, деловой мероприятий, потому что у нас по факту есть сделки, то есть компании договорились о продаже услуг друг другу. У нас есть, ну, там, больше 12 фактически заключенных сделок, люди договорились о продуктах, о ценах и так далее. То есть, по сути, за неделю компании некоторые, ну, заработали фактически денег, и получается, что тут еще непонятно, там, больше деловой составляющей или больше вот этой спортивной составляющей. В всяком случае, до этого, ну, вот, когда, представьте, когда-нибудь было, чтобы люди на конференциях заключали сделки? Да, там происходит петербургский какой-нибудь экономический форум, где это все озвучивается, объявляется. Ну, это точечное мероприятие, да, и они как бы... Вот, а тут получается, что, более того, ну, сейчас же регатами никого не удивишь, по сути-то, регат полно, но кайф в том наш, прошу прощения за это слово, в том, что мы не просто собрали общеделовую тусовку, а мы собрали именно тусовку своей отрасли. И тут сразу все поехало совершенно с другой скоростью, да, потому что не нужно долго представляться, не нужно что-то рассказывать. Все друг друга понимают, да. Все вдруг понимают, что они друг за другом следили, все-все друг про друга знают, осталось только, собственно, познакомиться поближе и дальше думать в унисон. Вот по поводу унисона все-таки, да, Михаил, присоединитесь, да, на ваш взгляд, вот этот унисон, этот выхлоп, как Миша предложил вариант, да, результат вот с точки зрения бизнеса, насколько он может быть стратегический, да? Вы знаете, в истории телекоммуникационной индустрии примеров такого кооперативного объединения, я бы назвал это кооперативом, на самом деле, потому что все остальные названия, там, холдинг, картель, это вообще... Лишь кооператив озера. Картель это вообще... Ругательный. Наказуемый, конечно. Ну, суть-то вот этого альянса заключается в том, что есть некие кооперативные усилия, и в телекомотрасли, пожалуй, сложно, например, такой деятельности привести, но в других индустриях это встречается сплошь и рядом, если вы, например, посмотрите на близкую к яхтингу такую деятельность виноделия, вот, то можно обнаружить, что, например, в виноделии кооперативы существуют, и достаточно, там, поговорить о консорциумах, там, Брунелла какого-нибудь, да, и вообще даже есть кооперативные бренды, да, и мне кажется, что вот суть вот этого объединения, она в том, чтобы минимизировать затраты и минимизировать, на самом деле, усилия на продвижение, и даже хотя бы тем, чтобы не мешать друг другу на этом поле. Если есть хотя бы какая-то координация деятельности среди, скажем так, десятка крупнейших фигурантов, то неминуемый этот десяток фигурантов получит совершенно точно, вполне осязаемую какую-то прибыль там, какую-то корысть, да, хотя бы за счет того, что они будут мешать себе друг другу хаотичными и истеричными движениями на рынке. Хотя, если мы говорим о сегменте услуг для корпоративных государственных клиентов, то со всей очевидностью хотя бы диспетчеризация, вот, межкорпоративное использование ресурсов, таких как влаконно-оптические сети, канализация, проходы в здания, важнейшие, уже хотя бы это неминуемо даст экономический эффект. Я сейчас затрудняюсь сказать, каков он в размере, но совершенно очевидно, что там на горизонте одного-двух лет можно достичь там 10, может быть, 15 процентов сокращения затрат на содержание эксплуатации сети. Я бы, на самом деле, вот сказал больше. Дело в том, что когда ты один специализированный оператор, то тебя никто не слышит. На самом деле, пресса пишет только о крупнике и так далее. А когда компании объединяются, когда у них есть что-то общее, то они могут уже выступать неким общим фронтом и, соответственно, к их мнению уже начинают прислушиваться. Этого очень не хватает очень многим компаниям локальным, причем по всей России, достаточно крупным в своих регионах. Но на самом деле, ну, он есть там и есть. А когда есть какие-то договоренности, есть понимание, что вот мы можем развиваться вместе, то, ну, соответственно, нас начинают слышать. И это тоже важно, потому что сегодня, к сожалению, все исходит из четырех крупных операторов связи, которые фактически диктуют рынок и так далее. Поэтому мы, на самом деле, на волне сумасшедшего успеха, который получился сейчас, мы уже приняли решение о том, что мы осенью опять собираем операторов связи. И вообще, на самом деле, не только операторов связи, а вообще всю инфраструктуру вокруг. Кстати, Михаил, я прошу прощения, а вот, учитывая уже положительный опыт, как вы говорите, уже учитывая, что некое объединение состоялось, у вас есть какие-то критерии оценки тех, кто мог бы попасть в это объединение? Ну, помимо того, что он должен яхтинг любить, видимо. Ну, я говорю, что инфраструктура, то есть это, на самом деле, и специалисты по консалтингу, и финансисты, которые участвуют в этом, и поставщики оборудования. Я бы сказал, что критерии отбора, ну, не то, что мы организуем какой-то фейс-контроль на входе, мы рады всем. Другое дело, что люди же едут на регату, чтобы общаться, и поэтому они должны быть, ну, как-то более-менее одного полиягода. Поэтому, чтобы что-то решать, то обязательно там нужны либо собственники компании, либо SEO, либо топ-менеджеры, люди, которые в состоянии принимать решения по месту, потому что именно так все решения, основные на этой регате, и были приняты. Вот, пожалуй, и все. То есть вот это единственное, да? Ну, это даже не фейс-контроль. Ну, чтобы было интересно, потому что если... И мы специально, наверное, не приглашали к участию, типа, большую четверку, потому что, ну, наверняка бы они прислали какого-то менеджера. Ну да, отметились бы просто. Да, если мне интересно. А формат же, он именно потому, что мы все сидим, занимаясь повседневной деятельностью в своей раковине, и мы друг с другом не общаемся. А здесь есть неделя такого сумасшедшего общения, и... Ну, поэтому ты подбираешь людей, которым интересно друг с другом общаться. Я понял. Несколько секунд осталось, Миша, еще раз тогда стоит напомнить о том, что вы планируете, да? Российская корпоративная телеком-регата, мы запускаем свое следующее плавание, оно будет осенью, мы специально сейчас не называем сроки, потому что мы ищем хорошие премиальные лодки, вот, мы специально не называем место, пусть это будет интригой, я думаю, так всем будет интересно. Это да, интрига нужна, да, до определенного момента. Уважаемые слушатели, я благодарю вас за внимание, огромное спасибо моим сегодняшним гостям, еще раз напомню, в студии сегодня были Павел Горенков, управляющий ГАРС телеком, Михаил Алексеев, управляющий партнер ACM, и Михаил Сергеев, партнер российской корпоративной телеком-регаты. Собственно, все необходимые, да, вопросы мы сегодня обсудили, еще раз я благодарю вас всех за внимание, с наступающими праздниками, всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.